Правда, что Кадыров болеет, осталось мало жить три месяца? Ну, Кадыров, по крайней мере, более-менее приходит в себя. И прийти в мечеть и говорить мусульманину, молящемуся о том, что он моет ноги там в раковине, которая для того, чтобы этот свиноед там мыл лицо, ты, дорогой товарищ, ты у себя дома раковину поставишь, если ты можешь на ней написать, что она только для того, чтобы мыть твоё свинорылое лицо. В том, что ты видел, как мигрантов из Средней Азии, которых пинают и притесняют в последнее время видеоролик в Ютубе. Я не видел этих видеороликов, но зато я видел видеоролики рейдов в две мечети в Московской области. В принципе, я думаю, это тоже в этом контексте, потому что они были по мигрантам. Это были рейды по выявлению тех, кто нелегально находятся в России. И они тогда, значит, ворвались в мечети. И дальше там, ну, вы наверняка видели эту беседу, как он там вызывающий этот мент ОМОНовец разговаривает с молящимися. Что-то там начинает рассуждать про мытьё ног в раковинах, которые, по его мнению, по мнению этого ОМОНовца-свиноеда, эти раковины для того, чтобы мыть руки, мыть лица. А в мусульмане, видите ли, моют там ноги. Это вообще удивительный, просто я не знаю, что у этого человека в голове. Дело в том, что в этих мечетях, при любой мечети или молельном помещении, даже не обязательно, что это прям мечеть с миноретами, даже если это просто вот мусульмане оборудовали какое-то помещение, сделали из этого помещения мечеть там или молельную комнату, обязательно при этой мечети будет место для совершения омовения, будет отхожее место, куда человек сможет там справить свою нужду. Это обязательно, то есть эта инфраструктура, она по-любому создаётся. И в этом месте, будь там раковина, будь там, я не знаю, ванна, таз, они изначально туда поставлены для того, чтобы мусульмане там совершали омовение, в том числе мыли свои ноги. И прийти в мечеть и говорить мусульманину, молящемуся о том, что он моет ноги там в раковине, которая для того, чтобы этот свиноед там мыл лицо, ты, дорогой товарищ, ты у себя дома раковину поставишь, если ты можешь на ней написать, что она только для того, чтобы мыть твоё свинорылое лицо. Но прийти в мечеть, где специально поставили эту раковину или что угодно для того, чтобы там мыли ноги, и учить мусульман, что там надо в ней мыть, это настолько дно. В общем, это были очень жёсткие такие рейды, после этого многие российские, главы российских мусульманских регионов, глава Дагестана, Кадыра выступил, там Дилимханов с кем-то встретился, с губернатором Московской области встретился. В общем, была от них такая реакция, я всё это время молча выжидал, я смотрел, выжидал. Я и до сих пор как бы дальше жду, просто сейчас, поскольку мы заговорили, я решил прокомментировать. А так я до сих пор жду, что будет дальше. Вы должны ведь как-то вот к какому-то логическому завершению всё это подвести. То есть понесут наказание те, кто совершали эти рейды. После этого, если вы знаете, поддержку этим ОМОНовцам начали выступать какие-то российские там националисты, ну и всякие, в общем, деятели, наоборот, работаете братья. И вот это сейчас такое противостояние. И когда Кадыров, допустим, говорит, что это выгодно нашим врагам, что у нас происходит вот такая вот фитна, да, говоря исламскими терминами, фитна в их рядах происходит, это выгодно врагам, он прав, абсолютно прав. Действительно, то, что между ними происходит такая фитна, и там начинается явная такая исламофобия, притеснение мусульман, это, конечно, выгодно врагам, потому что это начинает использовать, показывать, вот вы, мол, что-то там про исламские ценности, что здесь в Европе их нарушают, вы говорите, хотя здесь тоже, это тоже истина, что и не Европа, не Соединённые Штаты Америки, и вообще мир, не мусульманский мир абсолютно не стоит на позициях защиты исламских ценностей, это факт. Но когда вы противопоставляете себя этому, говорите, вот там так, а мы здесь вообще вот ценности бережём, и наша власть российская в Кремле, она вообще там чуть ли скоро ислам примет. И вот, и в это самое время, когда происходит подобное, это, конечно, ну, как минимум невыгодно вам. Поэтому, мне кажется, вы должны к какому-то логическому завершению эту историю подвести, а конкретно участников тех событий, тех, кто это санкционировал, и самое главное, вот того свиноеда, который там рассуждал про раковину, ноги. Но их нужно как-то наказать и сделать это достоянием общественности, что их наказали, а не понесли какое-то заслуженное наказание хотя бы по российскому уголовному или иному праву. Что-то такое вы должны как бы показать. Ну, мы ещё подождём, чтобы не получилось, что мы вам тут уже сделали вывод, что ничего не произошло, а вы потом раз и что-то сделаете, чтобы не произошло, давайте мы ещё подождём, дадим вам время. Мало ли, может быть, действительно, какие-то меры, может, действительно, будут быть приняты. Эти рейды были потому, что в Кыргызстане приняли решение на государственном уровне, что кыргызский язык обязательен к изучению, и все госслужащие должны пользоваться кыргызским, а не русским языком. Ну, не знаю, там ведь не целенаправленно против кыргызов это было, это в целом против мусульман, прихожан этих мечетей были эти рейды. Ну, рейды, смотрите, они, конечно, изначальная причина рейдов, она в том, чтобы выявить нелегалов. Но когда вот эти свиноеды заходят в грязных своих сапогах в мечеть, где люди молятся, куда люди заходят, только разуваясь, заходят туда и дальше ещё начинают рассуждать про то, что они, видите ли, в раковинах моют ноги, где эти моют свои лица. Да ноги любого взять, вот любого мусульманина в этой мечети взять, его ноги будут чище лица этого ублюдка. Понимаете, гораздо чище, потому что он их моет несколько раз в день, как минимум хотя бы раз в день он их моет. Там есть, если учесть, что он совершает масса, допустим, остальные четыре раза он будет просто протирать. Да, и с этим учётом он их как минимум один раз в день моет. Этот свиноед своё лицо не моет один раз в день. Я убеждён просто в этом. Правда, что Кадыров болеет, осталось мало жить три месяца. Но Кадыров, по крайней мере, более-менее приходит в себя. Из того, что вот мы его видим, можно сделать вывод, что ему полегчало. Несколько недель назад он был в очень тяжёлом состоянии, он себя не показывал. И даже когда он начал себя показывать, было видно, что ему очень плохо. А сейчас я уже вижу, он такой нормально как-то настрянут. Да, он, конечно, до сих пор опухший, у него лишний вес. Над этим надо будет, конечно, поработать. Если в целом его состояние здоровья улучшится, то ему предстоит ещё там долго реабилитироваться, проводить тренировки, чтобы хотя бы прежнему состоянию немножко приблизиться. Но в целом он, я думаю, динамика у него пошла позитивная. Ему становится лучше. Потому что когда у России кончатся ракеты, это прям мем уже какой-то. Я думаю, не стоит ожидать, что у России закончатся ракеты. Военного такого потенциала у России полно. Плюс вы видите сейчас эти коллаборации с Северной Кореей. Короче, в ближайшее время, из-за того, что там у них нехватка чего-то, ожидать, что они прекратят эту несправедливую войну, я думаю, не приходится. В долгую, к сожалению, к огромному сожалению, Россия в долгую воевать имеет ресурсы. Вот такую войну вести, которая оппозиционная, где нужно просто отбиваться. У неё людские ресурсы есть, военные ресурсы тоже есть. Поэтому, если только там представить себе какой-то ядерный апокалипсис, это, конечно, никому не нужно. А вот в остальном сейчас ждать, что какой-то там будет прям сильное, это всё будет меняться на фронте, я лично не ожидаю. И моё ощущение такое, что это уже в целом в мире все действующие игроки в этой войне, они тоже придерживаются такого же мнения. Это я свои ощущения сейчас говорю. И поэтому сейчас уже потихоньку начинается подготовка Украины к тому, что нужно проводить переговоры. Поэтому сейчас мы видим, что Гордон уже объявляет об этом публично, что значит нам дают время до конца года, потом стол переговоров, что поюйте, типа до конца года ваша, дальше стол переговоров. Это же не просто так это вбрасывается. Это сейчас первая реакция украинцев будет очень жёсткая, но это специально забрасывается, чтобы сама эта мысль, она потихоньку в головах оседала. Потом уже легче будет об этом говорить нам, представителям власти. Психология. Продолжение следует...